13.06 на часах в эфире особое мнение в студии Дарьи Топузлиева. В гостях у меня сегодня мой коллега, главный редактор журнала «Товар. Деньги. Товар» Николай Голиков. Николай, здравствуйте. Здравствуйте, Дарья. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Всем добрый день, всем приятного аппетита. Нас можно наслышать на частоте 101.0, онлайн-трансляции эфира, а также видеотрансляции. В нашем студии идет на сайте eho-kirova.ru, номер для ваших смс 8909 720 101.0. Вопросы вы также можете успеть задать через форму анонсов на нашем сайте eho-kirova.ru. Я заранее извиняюсь, если я, возможно, буду говорить в нос. Я съездила, решила съездить на юг, и внезапно почему-то кубанские ветра меня продули. Может, просто на контрасте. Ну, возможно, да. Ну, как это говорить в нос? Можно даже чихнуть, я не буду против. Надеюсь, слушатели. Это вполне естественное проявление болезни. Главное, чтобы не долетало до меня. Хорошо, чтобы я вас не заразила. Да. А начнем мы с темы, которую дурной тон, наверное, не обсудить уже на этой неделе. Установка колеса обозрения на театральной площади. Пока все мнения, все, кто высказывался, были только против. Ну, по крайней мере, кто-то выступает за установку колеса, но не на театральной площади. Вообще, какие-то плюсы здесь есть? Может быть, вы разглядели какие-нибудь? Нет, вы знаете, я никаких плюсов здесь не разглядел. Хотя, согласен, само по себе колесо обозрения – это хорошая вещь, классная. Я помню, когда я был маленький, их было много. У нас был, вы, наверное, даже не помните, в Кирове был заречный парк. Да, это был реальный парк, где можно было прекрасно отдохнуть, погулять, выпить можно было, да, и покататься на колесе обозрения. Прекрасный вид на город Киров, вот, как со знаменитой фотографией, вот, вятки вот с этой стороны. Естественно, в Халтуринском парке, который сейчас Александровский сад, в Соловьевском парке, который сейчас имени Кирова, да. То есть, этих колес было довольно-таки много, и, естественно, ребенку это всегда очень интересно. Что дурного в колесе обозрения? Ничего дурного, кроме хорошего, да. Здесь ведь тоже, кстати, вообще не слышал мнений, что оно вообще не нужно, я не слышал таких мнений. Но в основном по месту запросили? Да, то есть, речь идет только о том, что место для него выбрано крайне сомнительное. Это мягко говоря, вот, и я с этим совершенно согласен, потому что, вот, вы знаете, вот, это ведь все устраивается в такие вреды, да, вот, у нас там появляется штырь, там, на углу Уваровского и Володарского, 23 этажа, да. Которую никто не замечал долго. Да, ну, администрация не замечала, надо уточнить. Люди-то как раз замечали, задавали вопросы, а там говорят, ой, а мы и не видим. Это как анекдот про слепого в бане, да, слепой, ты же, а я и не вижу. Ну, такой, как он с женщиной в бане пошел. Вот, примерно так же они говорят, ой, а мы и не видим. То же самое, вот, возникла эта штука, которая полностью засорила горизонт, то есть сейчас откуда ни посмотри, да, объема воздуха нет, она порчит посередине, не буду сравнивать ее ни с чем. Вот, или как появился там у пруда Хилтон, да, сам по себе этот Хилтон, что в нем плохого? Ну, здание, в принципе. Здание вполне стильное, нормальное, но оно стоит не на своем месте, потому что его уже ни к чему не привяжешь, там, там с одной стороны пруд, с другой стороны гостиница, вятка. И оно точно так же стоит не на своем месте и точно так же поганит горизонт. Вот, здесь, значит, мы имеем то же самое. То есть, в принципе, это неплохая идея. Поставить колесо обозрения. Господи, ну зачем на театральной площади? Это же очень такой хорошо выстроенный ансамбль. Как на него ни посмотри, это одно из редких мест в Кирове, которое пока еще не испортили. Там где-то видняются алые паруса уже, да, с краном с огромным. Но это далеко достаточно, да, хотя тоже уже мозолик глаза. Ну, кран, может, уберут, может, легче станет. Может, покрасят его в какой-нибудь приличный цвет. Да, все-таки алые паруса должны быть, ну, я думаю, алыми. Вот, пока они какие-то немножко такие... Сильные. Да, педии какие-то, паруса, не знаю. Ну, посмотрим. В любом случае, это далеко. И вот, вот этот ансамбль очень тонкий, хорошо выстроенный. Вдруг, так вот, вдруг, без каких-либо там консультаций с теми же архитекторами, да. Потому что, вот скажи любому архитектору, что между зданием политехо и драмтеатром кто-то поставит 50-метровое колесо, он просто сильно удивится, скажет, как это? Как это? Ну, на самом деле, кировские архитекторы у нас же умудрились Крым поставить. Ну, кировские архитекторы у нас... Как раз кировских архитекторов колесо на театрах Крыминдии. Кировские архитекторы, самое интересное, что ведь изначально Крым-то был поменьше. Он ведь тоже в процессе... Однако в процессе пути собака могла подрасти. У нас очень многие здания в процессе строительства растут. Там более числа, по-моему, сначала трехэтажных, потом четырехэтажных зданий. Мне увеличение этажей Крыма, в частности, объяснили архитекторы, в том числе, кто над этим проектом работал, тем, что нужно закрыть какие-то бараки, которые расположены за отдел экономики. Ну, понятно, там есть отдел, да. Но дело в том, что теперь надо думать о том, что же поставить, чтобы закрыть этот Крым. Вот в чем дело, ты понимаешь. То же самое и здесь. То есть, по идее, само по себе колесо, вернемся к началу разговора. В нем нет ничего плохого, это отличный аттракцион, который очень любят дети, да и взрослые, влюбленные его любят. А мы в студенческие годы еще любили колесо обозрения, это как раз очень трудно пить портвейн. То есть, милиция далеко, далеко, а мы высоко. Он довольно-таки долгий оборот идет, и вот. Просто, ну, понятно, что это годы студенчества, веселые, радостные годы, и портвейн, в принципе, пили везде, в том числе вот на колесе обозрения, это было очень классно. Но место выбрано крайне неудачно. И сама манера, как это было внедрено в сознание людей, она, вот я скажу так, она совершенно хамская. А в плане, как это было преподнесено? Да, как это было преподнесено. То есть, появляется некий человек, который говорит, а вот здесь будет то-то и то-то. Я сказал. Да? Ну, примерно так это прозвучало. Зачем это? Почему здесь? Да, почему здесь? Почему, вот говорят, что кировчанам будет от этого хорошо, а почему кировчанам не спрашивают вопрос? Тут за эфиром вышивают вопросы безопасности о заводе. Да, почему здесь? Потому что говорят, да, так здесь на самом деле, вот начнем с юридической точки зрения, что на самом деле здесь очень просто. Здесь уже зона парковая, собственно говоря, да, и никаких согласований, никаких общественных слушаний проводить не надо. То есть, человек, который, мы идем речь о Валерии Васильевича Крепоснове, кстати, давайте назовем по имени человек, который с этой инициативой выступил на закрытии еще одного своего пафосного мероприятия. Вот, Димон Скотт, опять же, вернемся немножко, да, к Валерию Васильевичу. Валерий Васильевич человек очень интересный, он очень толковый дядька, и у меня имел счастье поговорить с ним там один на один, там, в течение, может, там, полутора часов, ну, в неформальной обстановке. Он во многом мне очень понравился, он очень хорошо, прекрасно разбирается во очень многих вещах. Но вот то, что касается городской среды и отчасти культуры, здесь у него немножко, какой-то немножко чувства меры не хватает. То есть, вспомнить ту же вот фигуру, да, шоколадную якобы, дымковскую. Ведь она всем хороша, только великовата чуть. Ее бы в полтора раза поменьше сделать, она была бы на месте. Мне кажется, размеры этой фигурки уже скоро забудут. Вот. Тут ведь тоже не созлавится, как установить на театралке. Дело в том, что есть понятие о городской скульптуре, да, о городской архитектуре, о вот этих вещах, как все вписывается. Мы видим это во всех городах, в Питере, в Москве, там, в Томске, в Краснодаре, скорее всего, в Перми. Эти вещи, они вписываются, они вписываются в людской поток. Вот там гуляют люди, там пешеходная часть, она не должна давить на людей, она должна вписаться в них, да. То есть она должна быть, наверное, одного роста. Да, она должна быть где-то нашего роста, в полтора раза уменьшить, и было бы изумительно, все было бы то же самое. Та же табличка ни у кого бы не вызывала раздражения, что это меценат. Но тем не менее, я вот частенько бываю на Спаске, и люди, то есть там всегда есть люди, кто фотографируется с этой фигурой. Точно так же, я думаю, что люди будут ходить на колесо воззрения на театралке. Несмотря на то, что сейчас все против. Мы здесь к чему приходим, что вообще-то, конечно, у нас планка художественная достаточно низко упала в последнее время. И это связано, во-первых, конечно, с тем, что мы видим по телевизору, да, что мы видим по телевизору. Там сейчас только канал Культура более-менее еще держит некую планку, все остальное уже размыто. Дети уже не знают, кто такая была там, Грина Архипова, да. Все, кто это такая вообще? Кто такая Майя Плесецкая? Они этого не знают. Они знают другое там, то, чего, может быть, я не знаю, потому что я не смотрю телевизору. Это размыто. У нас очень мощно хлынуло в нашу городскую культуру, да, вот так называемое вахладское искусство. Слово вахлак – это неоскорбительное слово. Вахлак – это приехавший из деревни человек. Их вежливо называют интеллигенты в первом поколении. Да? Ну, вот так вот. И вот это вот иногда губит, потому что человек не способен. Сам распознать, что есть хорошо, что есть плохо. У нас ведь селфи делают совсем подряд. Все, что торчит, с тем можно сделать селфи. Почему же не сняться у этой барыни? Им же… Ну, то есть, что, должен быть какой-то совет, который будет определять, что хорошо, что плохо? Нет, не совет, который определяет, что хорошо, что плохо. А дело в том, что мы таким образом должны воспитывать вкус у людей хороший. И поэтому этот совет должен был сказать, Валерий Васильевич, вот вы чуть-чуть поменьше сделайте. Чуть-чуть поменьше. Тогда люди будут точно так же рядом с этим фотографироваться, но эти фотографии будут уже эстетичные и красивые. И у них будет таким образом… Как это? По-другому это может происходить только так, на образцах. А сейчас все наоборот. Я вот недавно, когда писал об этом колесе, оборзение, как я его назвал, да, это не мое изобретение, такие колеса, оборзение, они не только в нашем городе. Я как раз вспомнил вот эту новость из города Котельниче, где в центре русской культуры, как звучит, да, открылась выставка творчества сотрудниц столовой какого-то завода, да. То есть все пошло наоборот. Если раньше мастера искусств шли, к людям унесли произведение своей искусств, сейчас люди там вышли крестиком по трафаретику и пошли, чтобы в центре русской культуры висело, понимаешь? Вот это произошло. И вот это вот тоже из этого ряда события, когда не соотносясь с обстановкой, не соотносясь с ансамблем, красивым ансамблем, может быть, даже последним в городе еще, где ничего не торчит, вот ставят вот эту вещь, да, она на самом деле неэстетична, она некрасива. Люди, конечно, будут кататься. И знаете, я что скажу, если мой сын попросит, давай прокатимся, мы прокатимся, и ему и мне будет хорошо. Потому что колесо обозрения, оно само по себе вещь хорошее, еще раз говорю. Но, как говорится, ложечки-то они нашлись, а привкус остался. Но вы бы куда его предложили поставить? Я думаю, что просто, даже если говорить о том, что это колесо должно быть началом какого-то туристического маршрута, да, то оно должно быть именно на территории исторической вятки, то есть на территории старого города. Здесь-то мы уже ушли от этого. Но насколько вот это футуристическое колесо обозрения будет хорошо смотреться там? В Александровском саду? В Купических домах. В Александровском саду оно будет прекрасно смотреться. В Александровском саду, конечно, это идеальное место для колесо обозрения, и оно там всегда было. Сколько я себя помню, оно там было всегда. Там есть прекрасное место, прекрасный вид на реку, за реку, на Дымково, на город, и причем именно на старые кварталы города, а не на юго-запад, условно говоря, да, и не на алые паруса, которые с этого, собственно говоря, колеса только и будут видны. Хорошо. Ну, как правильно еще заметили, плюс еще крыша политеха, там, крыша драмтеатра, которая выглядит, скажем так, не очень эспетично. Я думаю, что так как нет никаких способов, да, обратиться вот, да, вот насчет безопасности, еще, конечно, да, мы сейчас живем в мире полным террористическим угрозом, и каждая маленькая кафе сейчас уже отчитывается об уровне своей террористической опасности. Здесь будет как раз объект совершенно открытый для терроризма. Вот об этом, по-моему, еще никто не подумал, потому что сколько там у нас, ну, условно говоря, вместимость этого колеса 100-200 человек, да, разовое. Ну, 50-метровое, да, там, сколько, смотря, в каждой кабинке мест, там, нужно посчитать, ну, условно, 200 человек, 200 человек вверху, 200 человек стоят внизу. Это постоянно действующий табор, где, извините, можно совершать любые действия бесконтрольно, потому что это постоянно действующий людской поток. Рядом находится здание административное, рядом находится здание учебное, где всегда очень много людей. То есть лучшие мишени не придумаешь, и контролировать вот этот поток людей, отдыхающих, практически невозможно. Это очень опасно с точки зрения именно террористической угрозы, и я думаю, что вот единственный еще может быть орган, который не исказал свое мнение, я имею в виду Федеральную службу безопасности, может, хоть они разумные вмешаются. А нам в данной ситуации все стоит сказать, Валерий Васильевич, дорогой, уважаемый, наш любимый, мы за вас проголосуем, если вы там захотите кем-то стать, обязательно. Не ставьте, пожалуйста, колесо на центральной площади. Да? Мы будем очень довольны, если он появится в парке имени Александровском саду, я по привычке называю парк имени Степана Халтурина. Все, что мы можем сделать, это просто сказать по-человечески. Валерий Васильевич, ну дорогой, ну не надо, мы тебя и так очень любим, ну все хорошо. Закрываем тогда тему с колесом, переходим как раз к политике предвыборного союза КПРов «Справедливой России в Кирове не будет», об этом на прошлой неделе заявил лидер кировских коммунистов Сергей Мамаев. На самом деле услышать, увидеть, прочитать в Кирове какое-то заявление Сергея Мамаева в последние месяцы было крайне сложно, потому что он в СМИ, ну мягко говоря, был персоной нон-грата. Что сейчас изменилось, что вдруг появился он опять в пространстве, «Справедливая Россия» стала какой-то политической силой, которую хотят убрать с предвыборной карты? Самое интересное, что он ведь появился именно, вы правильно заметили, он появился только с теми фразами, которые относятся к «Справедливой России». По всем остальным позициям как-то я не слышу его речей в прессе, ну за исключением Вятского края, который, понятное дело, принадлежит одному из, так сказать, активистов коммунистического движения, я не знаю, члена партии или нет, но по крайней мере депутата от этой партии, да, то есть там он дает свое интервью вполне нормальное, там он обещает издать книгу там интересную и так далее, там он есть. Во всех остальных он появился, знаешь, когда он появился? После того, как Сергей Доронин обратился с открытым письмом под названием «Борис, ты не прав», так его называлось оно? Да. Да? Да. Какой Борис, объяснять надо слушателям, да, и речь идет о Борисе Веснине, о министре нашем внутренней информационной политике, да, вот. И вдруг пока оказывается, ну не может же министр тягаться с каким-то там, с проворосом, да, ругаться с ним там и что-то. А тут есть Сергей Павлиныч, который всегда рад своего, так сказать, политического оппонента немножко притоптать. Неважно какого? Любого совершенно, потому что когда начнутся выборы, там каждый может другого тащить пару голосов, и это можно, собственно, все решить. Вот. Поэтому здесь вот далее, здесь все совпало. Желание как бы нашей администрации областной, что ну нехорошо так отзываться о министрах, скажем так, да. Ну и, соответственно, желание коммунистов высказаться по поводу своих, в общем-то, оппонентов, потому что они работают немножко пересекаясь. И партия «Справедливая Россия» создавалась как раз, чтобы немножко левых людей, так сказать, оттащить от КПРФ, которая всегда была более сильной партией. Но что интересно, вот это на местном уровне. А я вчера читал опять какое-то собрание политологов в Москве, я там слежу за некоторыми фигурами, которые мне интересны. Вот. И что они там говорят, я читаю на этих вот собраниях. Знаешь, что там обсуждали на полном совершенно серьезе. Люди умные, люди со званиями, там, все директора каких-то фондов, там, из институтов и так далее. Они обсуждали вопрос, сможет ли «Справедливая Россия» на выборах в сентябре преодолеть трехпроцентный барьер. Даже не пятипроцентный, чтобы там уже, да, а именно трех, чтобы хотя бы одного человечка в Госдуму представить. Вот это меня уже удивило. То есть получилось так, что как бы вот эта борьба с Доронином в Кировской области, она как бы вообще, по-моему, в такой какой-то тренд попала в общий. И что, скорее всего, уже на эту партию сейчас не ставят. Похоже на то, что, видимо, на смену ей придет, может быть, яблоко тоже такое довольно-таки левое. Может быть, какое-то там зеленое движение или что-то еще. Вот у меня такое ощущение пока возникло. Хотя гадать не возьмусь. Ну, просто странно выглядит, да, то есть если политологи рассуждают о том, как «Справедливая Россия» преодолеть трехпроцентный барьер, и тут какая-то, я не знаю, назвать это компанией, походом против «Справедливой России». Может быть, эта компания как раз для того и нужна, да, как раз для того, что это как бы, да, одно провоцирует другое. Это поменять просто причину и следствие. Ну, это у нас же часто делается, так сказать. Ну, почему ветер дует, да, потому что деревья качаются, мы же все знаем. Еще немного о серьезном. Рост зарплат в регионе не оправдал прогнозы. Итоги прошлого года сильно расходятся с планами, которые региональное правительство рассчитывало достичь к этому времени. То есть ожидалось, что с 2008 по 2015 год средняя зарплата по региону вырастет на 75%. В итоге выросла она только на 7,5%. И вместе с тем проект «Стратегия развития региона», который рассчитан до 2030 года, предусматривает, что вот эти вот через 15 лет доходы кировчан вырастут на треть. То есть вот эти предыдущие цифры ничего никому не показали? Ну, это цифры, к которым не надо относиться серьезно. Ко никто, кстати, серьезно и не относится. Документы эти представляют вполне себе как середины. У нас каждый год принимается, как сказать, ну, план на год, помимо бюджета, принимается как бы такой, ну, прогноз, да, прогноз развития в следующем году. И дело в том, что когда, да, когда год обычно кончается, никто достигнутое с прогнозом не сверяет, особенно в тех случаях, если цифры не совпали. Я как-то следил за предсказаниями по инвестициям, там вообще никогда не было совпадений. Ни разу. И как бы, ну и что, прогноз есть прогноз. Ну, как погоды прогноз, не угадали, не угадали. А здесь, скорее всего, дело в том, что вот из этих вот стратегий, так вот, региональных, складывается некая общая картина, да. И поэтому вот этих цифр, которые даст регион, в итоге зависит то, что будет говорить, условно говоря, президент страны с трибуны. Нельзя портить картину. Если всей стране велено удвоить ВВП, значит, мы тоже должны его удвоять, удваивать. Если всей стране велено поднять зарплату в сто раз, значит, и мы должны поднимать ее в сто раз. Понимаете, в чем дело? Мы не можем испортить эту картину. Не надо к этим цифрам относиться всерьез. Не надо верить в это. Просто над этими документами работают люди. Кто-то тратит на это свое рабочее время, получает за это зарплату. И для чего? Только для того, чтобы эти цифры даже рядом не стояли с реальными. Просто потому, что они должны сделать эту работу. Им положено сделать эту работу. У нас вот в здании, которое так недалеко от нас находится, очень много людей, которые делают подобного рода работу. Составляют какие-то там программы, составляют планы, которые... Да даже программы, которые берутся к реализации, да? Там обычно либо нет вообще контрольных цифр, по которым можно проверить, как она реализуется. Только знаешь, там, в дальнейшем улучшить, в дальнейшем добавить и так далее. Дальнейшее улучшение, любимый термин. Дальнейшее повышение заработанных плат, вот тоже хороший термин. Вот где-то на таком уровне, что в ближайшую пятилетку будет происходить дальнейший рост благосостояния кировчан. Вот. И как программу выполнить? Рост, он происходит просто, потому что деньги обесцениваются. Рост происходит по-любому. Поэтому не надо к ним относиться, а это просто обязанность. Это у нас такая система бюрократическая, где очень много бумаг. В том числе вот эти вот нужно писать обязательно. Кировчане застелили дороги коврами. Акция прошла в эту субботу в Нововятске. Так местные жители постарались обратить внимание, наверное, чиновников на состояние дорог. Ковры пролежали совсем недолго. Там приехали сотрудники ГИБДД, попросили все это дело убрать. И ребята унесли это в ближайшие мусорные баки. Вот. На ваш взгляд, в какие меры более эффективны со стороны вообще горожан, со стороны общества? То есть устраивать какие-то крупные митинги с лозунгами? Или вот такие вот полушуточные акции, больше похожие на флешмобы, которые расходятся по интернету фотографиями, какими-то шутками? Ну, мне кажется, что в веселом варианте это все-таки... На самом деле лучше тем, что хотя бы мы получили удовольствие, да? То есть мы получили какие-то позитивные заряды, люди шли мимо, улыбались там. Ну, на самом деле это смешно. То есть с одной стороны проблемы, а с другой стороны вроде проблемы. Потому что, как бы, вот смотрите, у нас, помните, был союз автомобилистов. Они ходили серьезно с линейками, писали серьезные бумаги, кучу бумаг отправляли в прокуратуру, в ГИБДД. Там эти бумаги принимались, рассматривались, по ним принимались решения, решения отправлялись в администрацию города, да? Но все упиралось в то, что... Как говорил город, есть такая у нас сейчас мантра. Денег нет. Я могу повторять, денег нет. Денег нет. Можно утвердить его. Они говорят, денег нет. В бюджете нет денег. И, на самом деле, выход, что от серьезного мероприятия, что от массового митинга, что от такого веселого, такого экшена, они, в принципе, выход, выхлоп-то один. Денег нет. Когда они появятся, то здесь снова сделают такой же ямочный ремонт, который обеспечивает нашим дорожникам каждый год работы и получения денег из бюджета, да? То есть эта система, она... Понимаете, вот эта система, она существует отдельно от дорог. То есть есть дороги, да, вот они есть дороги. Это как бы такая сбоку немножко штука, а вот есть система самовоспроизводящаяся такая. Денег, рабочих, асфальтов. Да, то есть деньги здесь, а проблема здесь. Понимаете? Вот. И поэтому, как бы, вот, что бы там мы ни делали, если вдруг случится какое-то чудо, вот как в Чепецке, да, там, Уралхимы, там мы вам дадим 50 миллионов на ремонт капитальной вот этой части улицы, да? Понятно, что там тоже есть свои политические интересы и так далее. Уралхим может себе это позволить. Да, но там еще есть там уже эти, Рахим Суралхима, за которого надо голосовать, да? Отбросим это все к чертовой бабушке, потому что главное, что вот дали деньги, и на эти деньги они проконтролируют, как эта дорога сделана. Потому что деньги не бюджетные, а их, да? И они будут заинтересованы в том, чтобы это вот, сколько там положено гарантийным сроком, да? Вот чтобы весь этот срок дорога там не превратилась ни во что. У нас же, вот смотрите, вы не знаете, помните или нет, вот великие фотографии, я смеялся над ними сильно, когда у нас еще тогда был, да, замгубернатора, должность не изменилась, Щерчков, да, Сергей. Он ездил смотреть, как строится дорога на Слободской. С утра журналистов понаехало множество. Вот приехал Щерчков, там, строительная организация приехала, техники нагнали. А знаете, что смешно на этой фотографии? Там техника-то не дорожная. Там машины для забивания, сваи пригнали. А кто знает, как, что это такое? Главное, много-много было. Я, например, не отлично. Так в том-то и дело. Я сначала тоже глядал, не понял, думаю, что-то там такой участок, сука, техник. Ну, смотрю, машинка, они вообще к дорожному строительству никакого отношения не имеют. Но они все шевелились, работали. Прошло два месяца, торжественно сдали дорогу, наступила осень, и такое молочко по бокам пошло, да? Молочко такое потекло. Потому что гравий-то был плохонький, дешевенький, не уральский, а наш местный. Это известно, чьих карьеров. И понимаете, поэтому эта дорога, она сейчас одна из самых плохих, хотя ее капитальное ремонтирование не так давно. Вы в ГИБДД жаловались как раз тут. Это одна из самых плохих дорог. Вот от направления Слободской, Белая Холуница и дальше в сторону Перми. Хотя ремонт там производился на всяких, практически на всех участках, не так давно на нашей памяти. Поэтому это колесо, оно будет крутиться и дальше, что бы мы ни делали. Но если мы все-таки против этого уступаем, все равно это нужно делать. Все равно свое отношение к этому показывать нужно. Нельзя же просто так вот, да, да, тем более мы портим свои машины, мы просто ломаем свои ноги. Я просто вспомнила историю с польскими студентами, которые обыграли там свою дыру в асфальте. То есть там какая-то большая лужа в итоге из этой дыры образовалась. И они сделали серию фотографий, как они там рыбачат, как будто бы это море. То есть они там плавают, еще какие-то тематические фотографии. И вот эта вот одна несчастная у них дырка, и они из нее сделали такое шоу. И то есть это было везде. То есть это было в СМИ не только и в российских, польских и во всей Европе. В итоге местные власти оказались вынуждены залатать там эту дыру, потому что это вот этот был юморной шум. Это все понятно, но у них там была одна дыра. Да, она была одна, а у нас застилай коврами целыми сытками. Да, ковров не хватит. Ну, я думаю, ковров хватит, конечно, люди много их накопили. Но это же не изменит ситуацию. Потому что, к сожалению, ну как вот правильно заметил, там, по-моему, не помню, кто-то комментировал эту историю. По-моему, Виталий Брам сказал, что в принципе, ну да, почему не коврами-то? Эффект точно самый, что от ямочного ремонта, да? Не больше эффекта. Не знаю, потому что все опять же упрется в то же самое. На самом деле ГИБДД, они относятся к этому очень позитивно. Они же заинтересованы в том, чтобы дороги привели в порядок. Это же сплошное ДТП. Порядка там 60% ДТП имеют как вторую там причину, дополнительную причину, да? Что из-за неудовлетворения в состоянии дорог. То есть там ясно, что там, может быть, там человек что-то нарушил, что-то еще. Но если была дорога нормальная, то этого бы не произошло. Для них эта головная боль не нужна. Потому что эта причина, ну, с нее штраф не возьмешь. Не нужна самим статистику лучше. Вот. Им надо то. В том числе, они за это отвечают. И в конце концов, вы знаете, тут шутки шутками, смех смехом на человеческой жизни, к тому же, да? И есть какой-то предел вот этого смеха. Все равно надо делать дорогу. Но что мы это делаем весело, что мы это делаем серьезно? Потому что потом появляется чиновник с улыбкой. Говорит, денег нет. Да, говорит эту великую мантру. Денег нет. Денег нет, а реклама у нас есть. Сейчас мы на нее прервемся. Особое мнение в эфире. Мы продолжаем в студии Дарьеты Пузлива. Сегодня у меня в гостях. Главный редактор журнала «Товар. Деньги. Товар» Николай Голиков. До перерыва мы поговорили о строительстве, о ремонте дорог. Сейчас затронем тему еще одного строительства. Александр Синаторов, это инвеста группа «Коперник», прокомментировал заморозку строительства «Терраспорт» и заявил, что не знает, когда возобновятся работы, но сейчас якобы идет поиск инвесторов. И в том числе компания рассчитывает на помощь Кировской области. Не получится ли у нас сейчас так, что для того, чтобы убрать этот долгострой из одного из крупнейших парков Кирова, Кировской области придется вложить деньги в эту стройку? Дарья, во-первых, мы как раз с Александром Геннадьевичем, по-моему, не могу ошибиться, как раз в этой студии беседовали в пятницу на эту тему. Я как раз был участником, когда был в своей другой ипостаси, когда был как его ведущим. Он очень убедительно говорил, очень красиво говорил. Но дело в том, что я же как ведущий, я не могу вступать с ним, например, в дискуссии, говорить, что вы что-то не договариваете. Как Муму сказала Герасиму, что вы не договариваете Герасим, когда он повез ее на лодочке. Но дело в том, что я уже на тот момент, когда он сидел на студии, прекрасно знал, что, во-первых, компания «Коперник», она банкротится в настоящий момент. Ну и для кого не секретно. И она была в этом состоянии. В то время, когда они сюда пришли, уже об этом было известно. И, во-вторых, мне было известно о том, что Кировская наша, Терраспорт Киров, ее дело находится в арбитраже. Вот сейчас, насколько я понял, приступили к рассмотрению. То есть я так понял, что они даже за проекты не рассчитались. То есть все гораздо хуже. И я, скорее, склонен к тому, к такому мнению, что вряд ли вот эти вот разговоры его о том, что мы там хотим гарантии, там, да, под эту компанию никто гарантии дать не может. Ну подо что? Она банкротится. Под недостроенный объект. Сейчас пол России недостроенных объектов. Поэтому у меня вот есть такое чувство, что все пойдет у нас с этим объектом как обычно. То есть ребята зарегистрируют его как недостроенный. Да? То есть есть объект капитального строительства. По закону они имеют право выкупить землю под ним в первоочередном порядке. Они воспользуются этим правом. Кто им запретит? У них есть объект, он стоит там. У них есть продолженное разрешение на строительство до мая. А потом просто этот участок продадут. Не важно кому, не важно зачем. Срезать вот эти штыри, которые там стоят. Да, они так много построили. Да, это каркас металлический. Каркас этот снять, две секунды, перекрытие рухнуть, ничего с ними не будет. И придут люди, которые не обязаны там строить никакой терраспорт. Это владельцы, законные владельцы участка. Я не знаю, конечно, вряд ли там построят свечку. Там как бы не совсем она впишется. Но что-то такое коммерческое там построить можно вполне. Хотя могут и свечку, правильно улыбайтесь. У нас все могут. Мы это наблюдаем везде и всюду. Если у нас колесо ставят на площади, или свечку, которую не видят, здесь тоже не увидят. Я думаю, что скорее всего будет так. Потому что все равно это вот долговые все обязательно чем-то закрывать. Им какие-то средства нужны. Я думаю, что они скорее всего расстанутся этим проектом мирно. Это очень часто люди так поступают. Есть способ вот так вот получить землю в первоочередном порядке. Потому что я не верю в то, что под эту контору сейчас наше правительство будет давать какие-то гарантии. Потому что эти гарантии надо будет выполнять, а контора это скорее всего не оживет. И сама история появления господина сенатора здесь, когда уже из Москвы сообщения шли. Мы мало их читали, потому что нам было пофиг, кто такой сенатор. И когда он появился, стали читать, что дела-то плохие. То я эту историю вижу так для себя, что... Ну позвонил хороший человек. Вот представьте, что вы губернатор. Вот в России. Да, вот вы губернатор. И вам звонит очень хороший человек между правительством России. Ну предположим, я Дворкович, да, предположим. Я говорю, Никит, слушай, хороший человек, да, очень хороший парень. У него проблемы есть, да. Ему надо подняться, снова раскрутиться, да. Ну вот давай. Хороший участок земли, от тебя много не надо, да. Там то-то-то, там пополам, что-то, ну помоги человеку, чё ж не помочь. Ну, кто ж от кого-то... Ну и не вышло. Да. То есть как бы уже изначально было известно, что дела плохие. Это всё затевалось именно, ну как чаще всего нас бывают, чтобы там за счёт чего-то помочь хорошему человеку там из какого-то окружения. Но, к сожалению, видимо, помочь не получилось. Плюс добавился ещё наш этот великий российский кризис, который окончательно всё это поставил на свои места. Потому что я не знаю, когда он говорит, что они вложили в это вето 180 миллионов, я специально пошёл, у них же сайт есть. Я не вижу, где эти 180 миллионов. Я там, да, я там каждый день езжу. Да, я показал ребятам из строительной фирмы, говорю, слушайте, из чего они построились, он говорит, что это стоит 180 миллионов. Там, видимо, малахитовые перекрытия и эти самые платиновые стоят, кракасы. То есть я как-то в это не очень верю. Поэтому я думаю, что, скорее всего, терраспорта в Кирове не будет никогда, если мы об этом говорим. А там появится, ну, может быть, даже и торговый центр, а почему нет? Не всегда же такая депрессия будет. Что-нибудь да появится. Что-нибудь появится. Может, что-нибудь спортивное, но чисто коммерческое. Почему нет? А кризисе тогда в великом и ужасном, вернее, первопричинах. На днях прошел митинг по поводу второй годовщины воссоединения или присоединения. Тут уж кому как больше нравится, Крыма к России. Не были, кстати, не посещали мероприятия? Нет, у нас в организации разнарядку не распространяли. А вообще за эти пару лет у вас как-нибудь поменялся взгляд на события? Нет, мой взгляд не изменился. Мы тут просто задались вопросом, каждый год теперь это будут праздновать? Видимо, да. Видимо, каждый год пока, наконец, не придется пойти на встречу мировому сообществу. Самое интересное, вот смотрите, здесь буквально недавно у меня знакомый хороший, он ездил в Одессу по нашей просьбе и брал интервью у Марии Гайдара. Для нашего журнала, сразу говорю, это реклама. Эксклюзивное интервью Марии Гайдара, где она расскажет о годах своей работы в Киевском правительстве с названием некоторых фамилий и некоторых ситуаций забавно. И в том числе он говорил с представителями, вполне лояльными к России, людьми, которые объясняли, что в принципе сейчас Украине Крым не нужен. Сейчас Украине Крым не нужен. Украина собирается делать, проводить реформы. А в Крыму и вот в этих регионах, которые у нас называют Новороссией, живут как раз люди к реформам не склонные, которые будут против, которые всегда голосуют за... То есть это еще лишняя проблема? Да, это лишняя проблема, которой временно у Украины нет, и это развязывает им руки в проведении реформы. Поэтому они говорят, что лет 10 лучше бы не возвращали. А там потом посмотрим. Вот, а там потом посмотрим. Я не знаю, 10 лет, если говорить о том режиме санкционном, который сейчас есть, вот смотрите, мы же сначала говорили, санкции ерунда, а теперь вот смотрите, Путин подписывает национальную стратегию безопасности в конце прошлого года, и среди шести главных угроз России называют, в том числе, экономические меры против России. Там угрозы благосостоянию, там несколько категорий, вот в одной из них, не экономики, а по-моему, росту благосостояния народа. То есть это все не так, оказывается, весело, как мы изначально предполагали, и все эти вещи, что мы там сейчас все-таки радоваться будем. Мы сами справимся. Да, похоже, это правда очень серьезно, и если это будет произвелиться в том же духе, то, к сожалению, украинцам придется раньше получить свои вещи обратно. Потому что если из-за этого будет произвелиться, я не знаю, стоит ли шкурка выделки. Но пока, с точки зрения экономики России, благосостояния российских людей, я пока не заметил никаких плюсов от того, что Крым вернулся в Россию, или присоединился к России, или был, как говорят некоторые, оккупирован в России. Я не знаю. Я пока не вижу ни одного плюса, а минусов вижу много. Ну, пока отмечаем, значит, мы это присоединение. Ну да, но сейчас же у нас курс идет на патриотизм, а это такой поступок, вы знаете, всегда, когда идет расширение территории, это всегда всплеск патриотизма. Зачем эта территория, никто не знает. Зачем сто лет Россия воевала за Чукотскую и полуостров, никто не знает. Но нас же любят говорить, зато у нас самая большая страна. Да, я не знаю. Зачем самая большая страна, как все плаглятся? Ты в курсе, что мы сто лет с Чукчемой воевали и не могли их победить? И сколько там русских людей замерзло и погибло? Ради чего я до сих пор не знаю? Там живет 50 тысяч человек, непонятно, чем занимаются. Непонятно, что они в эту страну вносят. Мне кажется, все, мы уже скатываемся к статье про сепаратизм. Нет, 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 нет. Я говорю про историю, не более того. Я не ратую за изменения каких-то границ. Просто меня удивляет иногда, что стремление расширить территорию, оно такое вызывает, да, спецпатриотизм. Но толку от него обычно бывает не так и много. Успеем мы тогда еще, у нас пару минут осталось, обсудить предложение клуба маркетологов. Они нашли очередной способ привлечь туристов в регион. Предлагают оформлять дома, как я поняла, в советском, в стиле... В советском, да, в стиле кукарского кружева. Я понял уже, да, я видел фотографии, так мило. Ну, фотографии не очень милые, но я вспоминаю вот дома... Нет, слово мило, но я же улыбался, я понимаю, по радио не видно. Но это так мило, это ирония, безусловно, потому что это кошмар. Ну вот дынка на Октябрьском проспекте, вот она тоже сначала на фотографиях казалась не очень, а в реальности, ну, в принципе, не знаю, мне нравятся, эти дома стали поживее. Эти дома стали прекрасны. Эти четыре дома, да, я их помню, как их строили, там это все проще. Но дело вот в чем. Вот нельзя же на одном пальце сделать маникюр, а четырех нет. Потому что тогда видно сразу, вот не этот пальчик видно, а вот эти четыре видно, что они плохие. И вот там рядом высокий, большой такой дом с круглой такой стеночкой. Он сейчас так кошмарно выглядит. А про детский мир я не говорю. Вот такой убойщий. Вот эти четыре дома подчеркнули убогость всего остального. А если вот взять весь советский, вот все домики разукрасить кружевом? Мы войдем в книгу рекордов Гиннесса. Мне кажется, люди прям потянутся. Такие фотографии можно делать? С другой стороны, мне кажется, вот не надо преувеличивать тягу людей к уродству. Да, вот ехать смотреть на человека с тремя ногами, там, да, или на женщину, у которой грудь и на спине. Конечно, поедут. Да, если что, значит, клеточка, там все, табличка. Поедет кто-то. Но большинство людей такими вещами не интересуются. Вот эти дома раскрашены, они вряд ли вызовут чей-то интерес. Это улыбнуться, глядя в интернет. Сказать, ну, мало ли, на свете-то всяким. И жить дальше, потому что, ну, я не знаю, чем это привлечет. То есть вам идея так себе? Мне эта идея так себе, и, кстати, идея с дымкой тоже. Потому что если уже делать ее, то делать надо было решать опять же весь, всю панораму. А мы сейчас сделали что? Мы подчеркнули, вот я еще раз говорю, убогость окружающей среды. А на эти дома не нарисуешь дымку, там так сделано, там сплошное стекло. И как из этой ситуации выходить, я не знаю. Хотели как лучше, получилось как всегда. Хотя сама по себе задумка неплохая, и дымка смотрится неплохо. И пара домиков в Солецке, если покрасить кожу, они тоже, думаю, не испортят картину. Так, улыбнут. Это было особое мнение Николая Голикова. В студии работала Дарья Топузлеева. До встречи. До встречи. Спасибо. Продолжение следует...